ГП «Антонов» и весь авиапром Украины «Актив без будущего» ВПК «Нейм» Ан-70 на выставке «Лебуржи-2013» Источник, Марина Лесцева «Последствия кооперационного разрыва» С августа прошлого года авиастроители, как и остальные предприятия машиностроения Украины, не могут экспортировать продукцию в Россию, если она имеет военное или двойное назначение. Под двойным назначением подразумевается потенциальная возможность использования изделия не только в гражданских, но и военных целях. Фактически, любой самолет – это товар двойного назначения. На гражданских транспортных самолетах можно перевозить оружие или применять их в других военных целях. Исходя из этой логики, комплектующие узлы и детали для самолетов также являются изделиями двойного назначения, которые нельзя поставлять в ВРФ. ГП «Антонов», как производитель самолета «Фан-148» в кооперации с РФ до этого запрета мог поставлять российскому сборочному заводу крыло к самолету. С произведенного по кооперационной схеме на Воронежском авиазаводе самолета «Антонову» полагалось «Ройалти», как разработчик у техники. Кроме того, двигатели к самолету поставляла «Пау-мотор Сич», которое могло бы рассчитывать на оплату рыночной цены двигателя со стороны российских партнеров. Однако, Верховная Рада Украины объявила Россию агрессором, и никакой сборки «Антоновских» самолетов в РФ сейчас не может идти речи. Таким образом, военно-транспортный самолет «Ан-70» также не может быть закуплен российским военным ведомством. Во-первых, Украина его не продаст, а значит, не получит минимум 50-60 миллионов долларов за единицу. Во-вторых, Россия его уже не купит, и потратит средства, которые планировались на закупку «Ан-70» в госпрограмме вооружения МОРФ до 2020 года на собственные проекты и авиапром. Помимо Антонова жертвой высокой политики стал Харьковский авиазавод. Шансом предприятия на выживание были проекты в РФ и Казахстане по сборке там самолетов «Ан-140». Однако, ситуация такая же – запретный экспорт в Украине и отказ от импорта в Таможенном Союзе. Точку в почти 90-летней истории завода скоро может поставить суд, который признает предприятие банкротом, и за долги продаст имущественный комплекс завода, попутно отправив на улицу несколько тысяч работников. Такая же судьба может ожидать и завод 410-й гражданской авиации. Именно на предприятии, расположенном напротив аэропорта Киев, потерялись пять самолетов Ан-32 ВВС Индии. Самолеты на завод прибыли для ремонта в рамках внешнеэкономического контракта, заключенного в 2009 году. Из объяснений концерна «Антонов» следует, что самолеты на месте, но завод занят импортозамещением комплектующих, которые раньше закупал в РФ, поэтому заказчику придется подождать. Вынесение на публику этого факта, да еще и по инициативе индийской стороны, а новость опубликовало американское издание «Дефенс Ньюс» со ссылкой на официального представителя ВВС Индии, говорит о крайнем раздражении в Индии, где спорные вопросы по оружейным контрактам принято решать кулуарно, а не публично. Индийская сторона также недовольна приостановкой модернизации на мощностях в Индии оставшихся 65 Ан-32 с участием украинских специалистов, равно как и прекращением поставки запчастей. Эта история может привести к утрате позиций на внешних рынках, и в этом некого будет винить, кроме как менеджеров госкомпаний и чиновников аппарата. Первых, за то, что допустили подобное, вторых, за профанацию сложных вопросов. Стабильность конца. Ни один банкрот лично не признается в своем банкротстве. Ни одна гибнущая отрасль публично не заявит о своей гибели. Тем не менее, завершение проекта Украина может строить самолеты, возможно, в ближайшее время. Да, самолеты можно строить, но только с целью их дальнейшей продажи. Но в Украине даже со строительством очень плохо. За несколько лет на ГП Антонов смогли построить целых два самолета Ан-158 в рамках контракта Илюшн финанская и авиакомпании. Всего по соглашению, которое должно было быть выполнено еще в 2014 году, заказчик ожидал получить шесть самолетов по формуле 3 плюс 3 с возможным опционом до десяти самолетов. Антонов построил в 2014 году только пять машин, и шестую подготовил к сдаче только в нынешнем году. Скорость строительства самолетов, фактически, по одному в год, это мучение, а не производство самолетов. Если бы не внешние обязательства, серия из Ан-158 была бы меньше, из одного выставочного образца. Пока в обществе шла беспредметная дискуссия, что лучше, ЕС или ТС, сторонники евроинтеграции уверенно говорили о манящих перспективах западных рынков, на которых высокотехнологичную продукцию Украина примут радостно, и сразу завалит нас заказами. Нужно только выполнить сакральное условие, геть вид Москвы. Прошел год работы в этом режиме. Западных заказов нет, предприятия банкротятся и закрываются. Самому государству высокие технологии не нужны, так как ни один чиновник не пишет в Facebook или Twitter, что нужно спасти авиапром, космос, тяжелое машиностроение. Все озабочены проблемами мирового масштаба, а тем временем рушится технологический уклад, который независимая Украина получила в наследство от Совка, но за 20 с лишним лет не прирастила, а надежно угробила, как производство, так и репутацию национального авиастроения. Марат Пригожин 6 апреля 2015 года Права на данный материал принадлежат РИА Новости Украина материал был размещен правообладателем в открытом доступе